Так, друзья, следующий урок, который вам необходимо освоить, это тасовка способом рифл-шафл. Рифл-шафл, она же рифленая тасовка, она же американская тасовка. В этом уроке мы будем с вами разбирать вариант тасовки на столе, и так как это выглядит. Это выглядит вот таким вот образом. То есть я перетасовываю колоду, просто разделяя ее пополам и пролистывая все карты. Таким образом она у меня хорошенечко перетасовывается. Вот такое вот тасование рифл-шафл. Ну что ж, друзья, теперь давайте перейдем, посмотрим обучение. Ну что же, друзья, давайте посмотрим с вами, как делать тасовку рифл-шафл на столе. Итак, первым делом мы кладем колоду перед собой. Так вот, чтобы нам удобно было ее потом взять двумя руками. Вот так вот посередине. То есть она не должна лежать где-то у вас здесь в стороне, вот так вот, не надо. То есть она лежит именно перед вами. Далее, что происходит? Я большими и средними пальцами захватываю здесь вверх, а здесь вниз. То есть захватываю и вот так вот разделяю. То есть вверх стягиваю сюда, а низ стягиваю сюда. Далее я захватываю колоду большими пальцами. Обратите внимание, где большими. И средним с безымянным вот здесь вот. Мизинец у меня почти не участвует, а указательные пальцы у меня упираются сюда наверх. Далее я подгибаю колоду вот так вот наверх. Обе колоды. Но я не вот так вот их поднимаю, а поднимаю вот до того места, где у меня указательные пальцы давят. Они не дают всей колоде вот, то есть выгнуться вверх. Только половине. Итак, я подношу карты сюда, поворачиваю их чуть, поднимаю и начинаю большие пальцы каждой руки ослаблять. То есть даю упасть сначала одной карте, потом другой карте. Одной, другой, одной, другой, одной, другой, одной, другой. И вот так вот. Именно вот большие пальцы у меня работают в этот момент. То есть я вот держу и большими пальцами ослабляю. То есть еще раз. Все. Когда это сделано, я опять же большим и средним пальцем захватываю уголочки, вставляю карты друг в друга. И теперь подношу средний палец и большие пальцы сюда. И вот таким вот образом их сдвигаю и колоду подравниваю. То есть происходит вот такое вот движение, да? Вот такое вот. Раз, раз. То есть вот так вот скольжу. То есть еще раз. Разделил. Перетасовал. Вставил. И подровнял. Можно потом вот так вот подровнять. То есть уперевшись вот средними пальцами сюда. Указательными, большими вот сюда. То есть вот так вот я еще могу подровнять в конце. То есть потом я могу снова разделить. Снова перетасовать. Вставить. Подровнять все это дело. И теперь опять большим и средним. И указательным. Я могу опять вот так ее выровнять. К примеру отдать там на подснятие или на что-то. То есть вот таким вот образом мы перетасовываем карты. Сначала учитесь делать так вот, как я вам сказал. Потом со временем, когда опыта у вас поприбавится, вы уже сможете выполнять как-то по-своему. То есть не обязательно будет пальцы располагать, как я сейчас вам говорю. Вы можете делать что-то свое. Ну что ж. На этом все. Переходим к следующему уроку. Продолжение следует.